В Десногорске сохраняется повышенный уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом доложил начальник медсанчасти номер 135 Алексей Азаренков. Однако его коллеги отметили, что количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей существенно снизилось. В связи с увеличением случаев мошенничества с банковскими картами, начальник МВД России по городу Десногорску Юрий Гришин обратился к гражданам с просьбой быть внимательнее. «Практически каждый день, а может через день, люди переводят свои денежные средства. Не нужно это делать. Обращайтесь сразу к сотрудникам Сбербанка. Они вам расскажут и помогут». Инженерная инфраструктура города эксплуатируется в нормальном режиме. В связи с наступившей весной начались работы по уборке городских территорий. Также в городе проводятся собрания с собственниками жилья. Главной темой стало обсуждение вопросов по программе «Комфортная городская среда». «Чтобы жители принимали решение по дополнительному перечню в рамке создания спортивных площадок, игровых площадок. Это касалось не одной, а малой формы – качели или карусели. Это полноценная игровая площадка». Глава Десногорска Андрей Шубин отметил, что каждый двор, в который входит несколько домов, должен благоустраиваться в комплексе. Помимо этого, жителям и управляющим организациям обязательно нужно совместно согласовывать вопросы, которые касаются ремонта входных групп и проблем с сетями. «Чтобы мы сами отремонтировали двор, и лет десять туда не заходить. Вся территория должна быть благоустроена, и там не должно быть ни ломаных лавочек, ни ломаных игровых комплексов. Поэтому здесь совместно работают жители, муниципалитеты, управляющие организации, должна быть организована на высшем уровне». В ходе совещания Анна Королёва доложила о ближайших мероприятиях для жителей и гостей города. Так, 4 и 5 марта состоится международный спортивный фестиваль «Планета баскетбола – оранжевый атом», посвящённый 75-летию атомной промышленности. «Спортивные мероприятия в рамках этих двух дней пройдут на базе БУФОК «Десна», и праздничные концерты пройдут 4 марта в 18.00 и 5 марта в 18.00 на базе Центра культуры и молодежной политики». Также в честь Международного женского дня в Центре культуры и молодёжной политики состоится праздничный концерт, в котором примут участие образцовые коллективы города. Мероприятие пройдёт 6 марта в 18.00.